МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует с Турбоинформации телеканал РХС-24 в студии Азрия Таркенов. Это программа события дня и самые значимые интересные новости к этому часу в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. В 2022 году Карачао-Черкесия отметит 100 лет со дня своего образования. В Москве прошел первый уркомитет грядущего праздника с участием Виталия Мутко и Рашида Семрезова. Мы не должны забывать, кем мы являемся и гражданами какой страны. С гордостью в сердце. В честь дня российского флага по центру Черкеска пронесли 20-метровый триколор. Достояние республики. Сегодня на форуме МАШУК открылось национальное подборье Карачао-Черкесии. Накануне в Москве в Доме правительства Российской Федерации заместитель председателя правительства Виталий Мутко провел первое заседание уркомитета по подготовке к празднованию столетия образования Карачао-Черкесии, которое мы будем отмечать в 2022 году. Указ о праздновании значимой даты подписал президент России Владимир Путин, поручивший органам госвласти России и органам местного самоуправления начать подготовку к юбилейной дате. Открывая заседание уркомитета, Виталий Мутко подчеркнул, что поддерживает предложение главы Карачао-Черкесии Рашида Семрезова в подходах формирования плана мероприятий к столетию Карачао-Черкесии. Здесь бы я очень хотел вас всех попросить, с учетом того, что это 2022 год, здесь о каких-то, мы сейчас подробно говорили, спрашиваясь, чем на тему каких-то главных, содействий, поддержки, чтобы не просто мы только поговорили о мероприятиях, там поменялись, проверили о культурных событиях, сделали праздничные мероприятия, но немножко посмотреть порядок таких вопросов. Их немного, но они есть. Я сейчас, я вам покажу, я просил бы там, не просто вот эти формальные, но еще раз посмотрите. Нам не просим. Посмотрите еще, понимаете, по вопросам коммунальной инфраструктуры, что нам нужно сделать, вот это в готовке. Каких-то таких вопросов, которые, ну, в 2022 год, может быть, какие-то навалившие проблемы, нам еще посмотреть. Как отметил Виталий Мутко, на ближайшие 6 лет перед органами власти всех уровней стоят серьезные задачи по выравниванию качества жизни между различными субъектами России, поднятию уровня жизни, снятию социальных ограничений. Этому будут способствовать и формирующиеся сейчас на основе майского указа президента Владимира Путина приоритетные национальные проекты, где наша республика также должна быть представлена. По его словам, при подготовке к юбилею важно, чтобы люди чувствовали заботу, видели, как улучшается городская среда, качество жизни в сельских населенных пунктах. В свою очередь, глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов отметил указ Владимира Путина о праздновании столетия образования Карачао-Черкесии станет хорошим стимулом для его дальнейшего социально-экономического развития. При этом принципиально важно, что Виталий Мутко поддержал предложение Рашида Тимрезова рассматривать юбилейную дату не только как культурное событие, а прежде всего, как хорошую возможность помочь региону в решении актуальных вопросов в сфере образования, здравоохранения, культуры, инфраструктурных проблем и так далее. Вице-премьер российского правительства уже дал поручение сформировать план актуальных для региона задач, запланированных на долгосрочную перспективу, и совместно с федеральными министерствами посмотреть, как можно ускорить их решение, чтобы жители республики почувствовали качественные и позитивные изменения. Эти мероприятия войдут и в профильные госпрограммы, и в национальные проекты, которые сейчас сформируются, прокомментировал глава Карачао-Черкесии итоги первого оргкомитета в своем инстаграм. Сегодня наша страна отмечает День государственного флага Российской Федерации. Глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов поздравил всех жителей республики с памятной даты, подчеркнув, что это один из тех праздников, которые олицетворяют чувство гордости граждан за свою великую родину. Триколор – ее символ. Он олицетворяет нашу любовь к своей стране, смелость и отвагу, несет в себе историю нашего Отечества и нашего народа. Бережное отношение к флагу – долг каждого гражданина и патриота своей родины, говорится в поздравлении. Шествие с триколором – чувство единства и патриотизм в сердце. Сегодня в России празднуют День российского флага. В честь этой даты по центру Черкесии торжественно пронесли 20-метровый триколор. Как в Карачао-Черкесии чтут один из главных символов державы, расскажет Дарья Назарова. В Карачао-Черкесии торжества, посвященные Дню российского флага, развернулись на главной площади республиканской столицы. Именно отсюда стартовала колонна, несущая 20-метровый символ нашей страны. Ребята, держащие флаг в своих руках, шли с гордо погнятыми головами, сердцем чувствуя всю важность этого события. На самом деле я чувствую большое чувство патриотизма, гордость за свою страну, за свой флаг. Мы не должны забывать, кем мы являемся и гражданами какой страны. Неся этот флаг, я чувствую гордость за свою страну. Ну а старшее поколение, которое также приняло участие в шествии, испытывало неподдельную гордость за нашу молодежь. Они уверены, что эти ребята, как миллионы других молодых жителей России, растут настоящими патриотами своей страны. Очень приятно, что сегодня участвуют дети, подрастающее поколение, что это своего рода не громкие слова, а действительно патриотизм. Что спортсмены под этим флагом добивались больших успехов, и когда под этот флаг гимн играется, они поют гимн, это дорогого стоит. День российского флага – это праздник, объединяющий людей всех поколений и разных вероисповеданий, ведь наша страна многонациональна. Только в Карачаево-Черкесии проживают представители более 80 различных народов. И каждый считает своим долгом бережно относиться к символу нашей страны. И такие шествия тому пример. Большой флаг несут тренера спортивных школ города Черкеска, общественной организации, волонтеры города Черкеска. Эту акцию мы проводим ежегодно в целях патриотического воспитания молодежи подрастающего поколения. История российского флага насчитывает более 300 лет. На протяжении веков он не раз менял свой статус, менялся сам, уступал место иным символам. Впервые бело-синий-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствовании отца Петра I Алексея Михайловича. Законным же отцом триколора был признан именно Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому подобные флаги должны поднимать на торговых всяких судах. Сам начитал образец и определил порядок горизонтальных полос. Позже, в 1858 году император Александр II утвердил рисунок с расположением гербовых черно-желто-белого цветов империи на знаменах, флагах и других предметах для украшений на улицах при торжественных случаях. А 1 января 1865 года вышел именной указ Александра II, в котором цвета черный, оранжевый и белый уже прямо названы государственными цветами России. В Советском Союзе более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. Но уже 22 августа 1991 года чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать официальным символом России триколор. А 25 декабря 2000 года президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о государственном флаге Российской Федерации, в соответствии с которым государственный флаг страны представляет собой прямоугольное полотнище из трех полос белого, синего и красного цвета. Но как бы ни менялся через века символ нашей страны, заложенный в него смысл всегда оставался неизменным, несокрушимая воля к победе. Но торжества в Черкесске не ограничились праздничным митингом и торжественным шествием. В амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров» прошел концерт с участием творческих коллективов города. Оригинальное отделение партии «Единая Россия» организовал автопробег по республиканской столице. С подробностями Анета Дышекова. Песни, посвященные России, в этот день можно было услышать буквально везде, а на концерте, посвященном Дню Российского Триколора, всеми любимые композиции о родине исполнялись самые известные коллективы республики. Чтобы стать частью этого патриотического праздника, сюда пришли и жители Черкеска, по большей части молодежь. Кстати, юные россияне хорошо знают, что символизируют цвета российского флага. Белый цвет – это цвет чистоты и цвет непоконности. Синий флаг – это цвет верности, также называют цветом Богоматери. Красный цвет – это… он символизирует силу Российской Федерации, а также кровь, пролитую за Родину. Я участвую в этом празднике, потому что это, как бы, собственно, ну, прямая моя обязанность. То есть я живу в России, мне нравится, я испытываю горсть за этот народ, потому что это не просто праздник, это праздник всех народов. Российский флаг объединяет миллионы людей нашей большой страны в единую нацию. А уважительное отношение к государственным символам своей страны, в числе прочего, как раз и отражает патриотизм человека. Сегодня все чаще российский триколор поднимается на международных соревнованиях и чемпионатах. Не именно в такие минуты гордость переполняет и за свой флаг, и за свою страну. В современной России триколор является символом, олицетворяющим единство и величие нашей многонациональной страны, отменяющим многовековую историю и уникальные традиции народов, стремящихся своим созидательным трудом сделать Россию процветающим, сильным государством. В этот день в парке культуры и отдыха «Зелёный остров» прошла тематическая выставка декоративно-прикладного искусства, где все школы Черкесской демонстрировали достижения своих учеников. А Карачаево-Черкесское отделение «Единой России» отметило день российского флага автопробегом. Колонна, состоявшая из 11 машин и украшенная триколором, стартовав с центральной площади, прошла по памятным местам черкескам. Пусть этот день и последующий, вот то, что мы сегодня провели с вами автопробег, дальше будет традиционным в условиях Карачаева-Черкесии. Он будет внедряться и в наши районы, и в наши семьи, и в наши дома, чтобы мы могли вот так вот отдавать дань уважения нашему российскому флагу. На каждой остановке участники автопробега говорили о роли и значении российского флага, а также возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной славы» почти в память тех, кто отстоял свободу и честь своей Родины. В дальнейшем организаторы пробега намерены привлечь к нему автомобилистов со всей Карачаева-Черкесии и сделать это мероприятие традиционным. Анета Дышекова, Мурат Койчев, Археист 24. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимлизов поздравил мусульман республики со священным праздником Курбан-Байрам. Поздравление подчеркивается, что на протяжении столетий священный для каждого мусульманина день символизирует идеалы ислама и духовное возрождение, вселяет в сердца людей надежду, любовь, веру в добро, несет с собой милосердие, мир, стабильность и согласие в обществе. Сегодня мусульманская умма республики ведет большую работу по укреплению межнационального согласия, оказывает помощь нуждающимся, просвещает и воспитывает подрастающее поколение, прививает семейные ценности, поддерживает добрые и конструктивные взаимоотношения с другими традиционными религиями. Очень важно в праздник Курбан-Байрам проявить заботу к тем, кто больше всего нуждается в помощи – пожилым, людям с ограниченными возможностями, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и малоимущим семьям. Говорится в поздравлении. Курбан-Байрам также знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества на священную землю в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин. В этот день верующие собираются в мечетях на праздничную молитву. Тему продолжит наш корреспондент. Ранним утром в мечети села Дружба собрались сотни верующих, чтобы вместе встретить праздник Курбан-Байрам. Совершив омовение и надев новую одежду, они совершили совместный утренний намаз. С приветственным словом к прихожанам обратился имам мечети Ибрагим Хаджик Ачиев. Я вас поздравляю всех с праздником Курбан-Байрам. Желаю всего хорошего в обоих мирах. Дай Аллах, чтобы все у вас было хорошо, чтобы мы понимали друг друга, чтобы в каждом доме читался Куран, чтобы совершался намаз. Я Раббарай Аллах. Арсен Ионов уже 18 лет является прихожанином этой мечети. В этом году он пришел в мечеть со своими детьми, ведь Арсен считает своим долгом заниматься их духовно-нравственным воспитанием и самое главное – научить почитать Всевышнего. Первый день – это день Арафа, это собрание всех мусульман в окраинах Мекки, где собираются все мусульманы, чтобы сделать хадж. На второй день – это обряд Тавав, это обход Мкаба, нашей священной мечети, самое главное в Мекке, в Саудовской Аравии. Это обход. Третий день – это обряд, который жертвоприношение, который начался со времен Ибрагима Пророка, алейху саляту ассаляму. Мы с самого начала с детства ходим с отцом, читаем молитвы, делаем намаз, приходим каждую пятницу на общественную молитву, отмечаем тут праздники все. Праздник Курбан-Байрам берет свое начало в 622 году нашей эры. Это дата переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. В этот день принято приносить в жертву животное, но только треть жертвенного мяса остается домочадцам и гостям. Остальное раздается близким, друзьям и нуждающимся. Это праздник, который объединяет практически все слои общества. Он объединяет и тех, кто имеет возможность принести в жертву какое-нибудь животное, и объединяет тех, кто не может этого сделать в силу определенных жизненных обстоятельств. Объединяет соседей, объединяет друзей. Принято в эти дни обязательно навещать друг друга, дарить друг другу подарки, ходить к родственникам в гости. В этот день все прихожане мечети от души поздравляли друг друга с праздником. Чтобы все мусульмане в этот день простили друг друга, забыли свои обиды, чтобы все задуманное свершилось, чтобы во всем мире царил мир, доброта, и чтобы все улыбались друг другу. Ислам Джукаев, Радамир Князев, Архыз, 24. Сегодня на Северокавказском молодежном форуме Машук день Карачао-Черкесии. На площадке форума будет организовано национальное подворье, где будут представлены элементы быта и национальной одежды всех субъектообразующих народов республики. Таким образом, молодежь всего Северного Кавказа и гости Машука познакомятся с разнообразием этносов нашего региона, их обычаями, традициями и историей. Также подворье будет украшено экспонатами декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, которые специально для этого предоставлены Центром культуры и досуга Малокарачаевского района республики. Также на национальном подворье Карачао-Черкесии в этот день пройдут мастер-класс от ремесленников и декораторов, плюс насыщенная музыкальная программа. Карачао-Черкесия в этом году представлена огромным количеством разных экспонатов декоративно-прикладного искусства. Карачао-Черкесия на форуме пользуется очень большой популярностью. У разных гостей, которые это и сами форумчане, и какие-то гости, которые сюда приезжают. Практически каждый обязательно сюда подходит, обязательно спрашивает, из чего эти изделия, как они сделаны. То есть Карачао-Черкесия представлена на форуме Машук. Я сказала бы, очень красиво, оригинально. И также сегодня форум Машук посетил глава Карачао-Черкесии. Конечно же, он осмотрел экспозицию, которая была подготовлена нашим субъектом. После того, как он оценил национальные подворья, пообщался с самими организаторами этой экспозиции, у него прошла встреча с форумчанами. Я напомню, сегодня нашу республику здесь представляют более 200 человек, около 150 из них защищают проекты. И я думаю, такая встреча – это очень хороший такой повод для молодежи еще раз заявить о себе, рассказать о своих проектах. И те вопросы, которые они поднимают, они на самом деле будут интересны не только на форуме Машук, но и для нашей республики в целом. Пристегнутые ремени детское кресло – залог безопасности на дороге взрослых и детей. Эту простую истину в очередной раз напомнили водителям инспектора ГИБДД в Адагихабльском районе республики. Они раздавали владельцам автобуклеты, в которых были описаны правила безопасности при перевозке маленьких пассажиров. Тему продолжит наш корреспондент. Инспекторы Адагихабльского района начали этот день с раздачи водителям буклетов, напоминающих о том, что пристегнутые ремни безопасности и грамотно установленные детские кресла – обязательны условия безопасности поездки в автомобиле с детьми. На обслуживаемой территории Ногайска и Адагихабльского района в период времени с 8 по 15 августа проводятся профилактические мероприятия детское кресло. Целями и задачами этого мероприятия являются пресечения и выявление грубых нарушений правил дорожного движения. По сравнению с предыдущим годом, несчастных случаев с участием детей на дорогах Карачаева-Черкесии стало меньше. И в этом немалая заслуга профилактических мероприятий, проводимых инспекторами ГИБДД. Люди осознают, что именно нужно использовать удерживающие средства для детей. Это их безопасность. У ребенка мы сохраним, если вдруг какое-то ДДП, случайность. Это очень даже нужно. Местный народ старается выполнять правила дорожного движения. Вот сотрудники следят за этим. Старший лейтенант Мурадин Карасов считает, что подобные мероприятия нужно проводить каждый месяц. Тогда, возможно, несчастных случаев на дорогах станет меньше. Мероприятия мы проводим ежемесячно. В месяц где-то два раза проводим, как минимум. На сегодняшний день опять-таки нарушать начали очень мало. То есть профилактика действует. Детский травматизм на дорогах – очень серьезная проблема. Поэтому профилактическая работа, направленная на снижение числа дорожных аварий с участием несовершеннолетних, ведется с сотрудниками ГИБДД постоянно. Марьяна Есенеева, Заур Лиев, Архиз-24. В Карачаевском муниципальном районе начались работы по благоустройству дворовых территорий. Организованы в рамках года благоустройства, объявленного главой Карачаевой Черкесии Рашидом Тимрезовым. Одним из первых к работе приступили в поселке Провокубанский, где в двух дворах уже заменили старые бордюры. Также в поселке ведутся подготовительные демонтажные земляные работы для укладки асфальтобетонного полотна. Всего планируется уложить около тысячи квадратных метров нового асфальта, а также провести освещение, построить детские площадки, установить скамейки и урны для мусора. Помимо этого по периметру дворов будут высажены хвойные деревья, что придаст территории ухоженный вид. Все эти работы планируется закончить к концу текущего года. По программе комфортной городской среды срок исполнения этих мероприятий предусмотрен на конец года 18-го. Но так как этот вопрос находится на личном контроле главы администрации Карачаевского района Партака Схатовича Кушетерова, он дал четкое указание нашему управлению закончить эти мероприятия все до наступления трех поводов. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаемся новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачаева-Черкесия и на нашем канале Архиз-24. Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова